Приветствую вас, я думаю, что вы для себя в отношениях чего-то хотите такого, вам для себя в отношениях что-то нужно, вот. И я думаю, что дело здесь не в самом человеке, которого вы, условно говоря, хотите сделать счастливым, например, а дело здесь именно в том, что вам самой нужны отношения зачем-то. Для чего вам нужны отношения, ну вопрос, на мой взгляд, очень хороший, это связано с идеализацией отношений, да, то есть вы их, ну, к какой-то степени идеализируете, возможно, отношения свои, я имею ввиду. Из-за чего происходит, собственно, кризис, то есть сначала вы отношения идеализируете, а после, наоборот, де-идеализируете, ну, есть такое слово демонизируете, да, вот. То есть, тонкость вся, наверное, в этом. И нужно здесь, на мой взгляд, смотреть, как вы приходите к этому, как вы приходите к идеализации отношений, и как вы приходите к идеализации, где идеализация этих отношений. Вот, и, соответственно, вот, где-то, в этих моментах, где-то, вот, тут и есть ответ на ваш вопрос, который вы задаете. Не то, чтобы с этим, вообще-то говоря, нужно было обязательно что-то делать, вот, совершенно не обязательно что-то делать, именно с этим. Нужно именно смотреть на то, в чем вы нуждаетесь, на то, чего вы хотите, и лучше основать именно свои желания, свои потребности, то, что вам нужно. Тогда и ситуация в целом будет гораздо более корректна, чем сейчас. Вам будет легче просто, да, вам будет просто легче. Есть ощущение, что он в отношениях вы пытаетесь что-то для себя получить, вот. Есть такое ощущение, что вы пытаетесь в отношениях для себя что-то получить, но вот не получается этого сделать у вас, не получается вот что-то получить. И из-за этого, собственно говоря, вам так тяжело. То есть вы приходите в отношениях, уже приходите в отношениях, уже будучи нуждаемой, нуждающейся в чем-то. Что, собственно, и является, на мой взгляд, серьезной проблемой. Потому что это не позволяет вам, ну, быть, естественно, это не позволяет вам быть самой собой в отношениях. У вас просто не получается это сделать. Вот. Соответственно, соответственно, с этим можно поработать. Вот. И если вы станете более свободными, более свободной, точнее, в отношениях, вот, то вам будет легче и строить их. Я имею в виду отношения, строить будет легче. Вот. И вы не будете их разрушать. Вероятно, вы боитесь близости, боитесь сближения с людьми, ну, с мужчинами, в частности. Славное, что. То есть вам хочется близости, и в то же время вы этого боитесь. Вот. Может быть, такая штука сейчас. Ну, это, конечно, не точно, да, потому что информация о вас, ну, достаточно мало. Пока что. Вот. Вот. Вот так вот. То есть, если я вас правильно понял, да, вы хотите в себе что-то поменять. Да, то, соответственно, нам нужна психотерапия. Ну, вот, если психотерапия не получится, вам помочь. Потому что начнём ваша история раз и нужно понимать ваше поведение из его, так сказать, ну, более личные мотивы. Скажем так. Для того, чтобы ответить вам на вопрос, что делать дальше, и, ну, как, 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 как вообще работать. Надо отношения. Что вообще можно сделать. Вот. Ну, я думаю, что, вот, основные моменты, в принципе, они, вот, такие, да, то есть, я думаю, что, вот, ну, глобально, глобальные моменты вот такие. Вы в отношения приходите уже, вот, ну, в определённые, с определённой нуждаемостью вы приходите в отношения. Вот. И, конечно, при таком раскладе вы пытаетесь развивать всё очень быстро, потому что есть, ну, нужда. Ваши нужда в этом есть. Вот. Соответственно, нуждаемость нужно понизить. Вот. А желание, которое у вас имеется, их, учиться реализовывать другим способом, не через людей, вот, ну, не через, ну, например, ваших партнёров, с которыми вы, ну, в отношениях находитесь. Вот. Потому что так вы их себя против, ну, против, против, да, их настраиваете. Вот. Они чувствуют, что, ну, что должны вам. Чувствуют, что вы чего-то всё от них требуете, это довольно неприятно. Вот. Вот. Что добавить ещё? Всё. У вас тревожность есть. То есть, вот, не удовольствие. Да, она всегда, на мой взгляд, подождает тревожность. Вот. И... Ваш случай, я думаю, не исключение. Вот. В плане того, что вы тревожите по поводу того, вот, ну, получится у вас что-либо не получится, получится у вас отношения не получится. То есть, вот, здесь такое, по такие проживания вообще. Вот. Вот. Ну, вопрос. Вопрос не стоит только о том, да, где, где здесь сам человек. на мой взгляд, понимание того, что вы можете сделать для человека, понимание того, что в ваших силах можно сделать для человека. Могло бы ситуацию изменить в лучших сторон. Конечно, при условии, если вы хотите работать над собой. Ну, потому что у меня нет ощущений, раз вы не знаете образство и, соответственно, может быть вы не хотите ничего делать. Не хотите там как-то заниматься собой. Опять же, это не обвинение к вам, да, это не обвинение, это вот концентрация такого факта, скажем. Я не знаю, как на самом деле обстоят дела. Ну, в принципе, наверное на этом все. Нужна более подробная ваша история. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Надеюсь, что мой ответ вам поможет хотя бы немножко посмотреть на ситуацию. Вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что вы можете найти выход и в ваших проблемах. Продолжение следует...